Какого цвета был гриб, когда ты придумал цвет настроения синий? А что ты делаешь в этом бизнесе? Я в этом бизнесе торгую ебалом. Была передача поперечного. Просто смешной. Человек, который хочет славы, хочет телека. Ну что, блядь, типа дружок. Твоё дружок вы уже разыграли на Рафтовской колонии. Ребята, наконец-то у нас интервью. Я уже сам соскучился по этому. Сегодня мы приехали к Саше Гудкову. Это в прошлом капитан команды Фёдор Двинятин. Это человек, который снимается в вечернем Ургенте, пишет сценарии. Цвет настроения синий клип, малина розовая вино с Игорем Николаевым. Короче, все эти суперкрутые, ржачные штуки придумал он. А кто, по-твоему, победит на выборах в Соединённых Штатах Америки? А еще, кроме всего прочего, он и предприниматель. И вот видите, этот барбер-трак, сеть парикмахерских бойкат. Это тоже его детище. Короче, Саша крутой, интересный чувак. Как стать сценаристом номер один в России? Как при этом быть предпринимателем? Сколько зарабатывают люди в телевизоре? И почему Chicken Curry и Лига плохих шуток лучше Дани Поперечного? Узнаем у Саши. Погнали! Саша Бутков, телеведущий, капитан команды Фёдор Двинятиев в прошлом. Сценарист. Вообще, шоу... Уже обезда в бизнеса. А если я скажу, что я слову шоумэн? Нет. Такое старческое слово шоумэн. Мне нравится? А гигантский мураш у меня ходит. Уже слово по старскому не сказать. Да, Саша. Это шоу-бизнес? Да. Ну, это не ко мне точно. Это все ты. Ну, а давай сам себя как-то... Ну, гнида с регалиями. Это смело. Первый вопрос. Ты зашел. Парни сразу. Парни. Команда. Они говорят, слушай, задай этот форт. Давай. Сколько он весит? Шестьдесят шесть. Шестьдесят шесть. Охренеть. Сколько рост? Метра восемьдесят шесть. Ну, нормально. Как бы я не... Я еще... Короче, я весил перед... Когда закончил институт, я весил пятьдесят шесть килограмм. У меня было тридцать шесть килограмм. Тридцать килограмм. Но рост, соответственно, такой же был. Да. Как бы я закончил расти в одиннадцатом классе, но весом пятьдесят шесть килограмм. И я должен был пойти в армию. Я учился в Амати, Московский Арционно-технологический институт. Там у нас есть военная кафедра. Я хотел на военную кафедру пойти, но меня... Но меня не взяли на военной кафедры за недобор и веса. Я пил там... И дети... Ты хотел на военную кафедру? Да. Я проходил там сколько-то там... Месяцев три-четыре проходил. Потом мне говорят, вы не годны к военной кафедры, но годны к военной службе. Понимаешь? Я хотел быть лейтенантом, но мне не разрешили. Мама меня отпичкала кадетами, типа, чтобы я взлетел в своем контрольном взвешивании в инкомате. Не, вышло. Просто забываю поесть. Вот в чем проблема. Бывает, что вот такой день... Много работаешь? Ну да, бывает, к концу дня прибегаешь домой, а я что-то не поел вроде как. И второй вопрос. Давай. Слушай, какого цвета был гриб, когда ты придумал цвет настроения синий? Не было гриба. Точно? Конечно. Ну реально? Как писать такие сценарии без... Так это все в трезвом уме, в супер прагматичном коллективе. Мы все продумали. Ну вот была песня, да? У Киркора. Цвет настроения синий. Он к вам пришел или как? Ну, Филипп набрал Ивану. Урганту. Да, да. Сказал, что вот есть такая песня. И Филипп считает, что именно эту песню почему-то должны сделать... Именно мы. Именно мы, да. Ну, мы послушали, поняли, что мы не отвергаемся. Ну, как она отреагировала? Вот вы приносите сценарий. Ну... Потому что там прям все было расписано. Типа, Лепс пойдет сюда. Ну, нет. Сначала это была версия без звезд. Он один в молодежном прикиде. Мы попросили его сблить бороду. Филипп потом попросил обнутрить звезд, потому что он считал, что со звездами будет еще круче. Изначально там должно было быть, что Филипп идет... Где-то на катке катается ребенок, он кидает бутылку, разливает голову гном-гномыча, и мать кричит. И я, ну, вот кошка кричит, и ах, вы мудацкие монолетки. Ну, в принципе, что она и кричала. Ну, там просто не вошла в эфир. Кто со звездами делает переговоры? Да. То есть ты звонил, говоришь, так у нас есть такой сценарий. Я похудел на 6 килограмм. В то время с клипом это для меня было... Серьезно? Да. Потому что проблема была всех соединить в тайминге 5 дней. В один... Потому что Филипп мог 5 дней только быть без бороды. И то в эти дни он куда-то ходил, я бы сам рассказывал, с наклеенной бородой. Он выступал с наклеенной бородой в дубне. Вы представляете? Это же просто ужас. Что он... Подожди, почему? Он отклеился в усы во время песни. И прости, дубна. Все ради искусства. Аааа! Это сколько... Сколько денег потратили? Смотри. Я не могу сказать вам сколько денег потратили, потому что финансовые отношения прошли мимо меня, но я ничего не заработал. Ты ничего не заработал? Это был следующий вопрос. Вообще только на... Альтруизм. Альтруизм и... Дружба с Филиппом. Ахахаха! Керкором, да? Ты знаешь, Керкором никому не заплатил? Нет. Нет. Ребята там есть... Там есть мета, там все, ребята, кто заработали. Слава Богу, все, кто участвовал. Сколько ты лет уже занимаешься шутками? Телевизион, который у нас взяли в 2007 году. То есть получается 11 лет. 11 лет? В 2001-2007 год играли, в 2008-2009. Три года мы были в КВН. Один, например, и две высшие лиги мы играли. Но до этого и я, и наша команда, мы с 2000 года. Слушай, но у вас был там какой-то конфликт, я помню, Валерий и Леонтьев. Да, был уже. Да, был какой-то конфликт у Усмана. Валерий и Леонтьев. Да это ж козелы ступиная. Молчи, овца, я Леонтьев. Это не цирк. И этот КВН цирком никогда не будет. Ну, это как бы, как таковое конфликт не было. Просто он не понял. Резко оказался. Да, но как бы для того времени, еще не было такого ютюбного пространства интернетского, мы были, наверное, вызывающие для него. И у него был посыл, что как это возможно, почему люди кривляются и не оправдываются перед этим, почему они в конце как-то кривлялись и сказали, ах, это все маска, извините, мы нормальные гражданские позиции, люди, а мы как управлялись и убежали. А сейчас какие отношения у вас с Вернстом, с Гусманом? Ну, нет никаких отношений. Ну, как сказать? Ну, не знаю. Может быть, пересекаются? Ну, если я пересекаюсь с ним в останки, я могу поздороваться с ним нельзя. Ну, вряд ли я могу подать ему. Почему? Ну, где он, где я. Серьезно? Ну, не положено в лифте? Не положено. Серьезно? Ну, думаю, что да. Я не знаю. Подожди, но если вы пересекаетесь в лифте с Гусманом? Да, да. Вы не любите меня? Нет. Ну, как бы так. Учтивое. На первом канале там все жестко. Вообще. А ТНТ? Попроще. ТНТ? Хорошо. На ТНТ мы не только идем. На ТНТ мы поговорим. На ТНТ мы поговорим. С тобой директоров вот так сесть там и просто покривляться. Ну, что вы хотите, давайте. Слушай, возвращаясь к КВНу. А вот ты сейчас ребятам, которые смотрят, вот скажешь, надо вообще идти в КВН? Ты вообще не жалеешь, что ты 9 лет отдал КВНу? Надо идти или нет? Сейчас в КВН за один год можно стать, они сейчас, сейчас приходят, мне кажется, в КВН молодые девочки и мальчики, которые играли максимум год где-то и тут же они вышли и... А почему так? Время такое, потому что сейчас... Это бы не так популярно? Нет, дело в том, что нет времени на раскачку, надо делать все эти час прямо сейчас. Здесь сейчас, и я на свой шанс! Потому что интернет убивает юмор, не то что убивает, интернет это мгновенная реакция, это зеркало, мгновенная штука, в этом работают. Есть шутка, она мгновенная в интернете, мем там, не знаю, тут же какая-то пародия, тут же какая-то. А КВН это очень такая черепаха юмористическая, потому что пока она зайдет до пародии на розовое вино и Федука. Старая мельница не хочет быть сегодня одна. Слово Федук или Элджей сплывет в КВН, это будет 2019 год, когда это будет. Но это правда, так. И поэтому КВН становятся сейчас очень молодые люди без багажа, мне так кажется. Но надо идти или нет, как думаешь? Это вообще интересный путь? Если хочется, да. Или можно по-другому как-то? Большой, сейчас можно все что угодно. Сейчас можно открывать киндровые яйца и говорить, вот я открыл киндровое яйцо, здесь динозаврик, а тут у меня пусто. И стать звездой, понимаешь? И стать звездой, не знаю, круче фейс, или рэп петь дома, в ванне записать видеоблог, там не знаю, из ванны, или просто петь, записывать свои где-то песни, и стать, не знаю, известнее, чем... Ну, все дома. Все вообще непредсказуемо. Правда, что выстрелит, непонятно. Да, смотри, сейчас все уходят из телека на YouTube. Ну, почти все, очень много. Вот ты, например. Я на телеке-то не был, да, хотя... Не, ну как не был, подожди. Давай, кстати, поговорим на телеке. Ты был в Урганте какое-то время, ты был соведущим. Я сейчас работаю в Урганте, я... Но ты был соведущим. Да. Ты там стоял, вот сейчас там стоит «Крусталет». Да. Расскажи, почему? Ну, пришло время меняться, надо же... нельзя было... Как бы... Я за... Вообще радею всегда за все новое. Вот... Все мои руки, которые были в вечернем Урганте, они всегда... Дрятся очень мало. Потому что... Если вот, может, дальше не идет, то надо, как бы, отрезать. Ну, как бы, не стоит... Ну... Ты сам себя отрезал? Да. Это правда. Ну, реально, это было просто... Ну, это было немножко пустое, наверное. Это было не нужно в программе в тот момент. Может быть, это было нужно Ване, потому что я с ним на одной волне. Ну, иногда, помогаю в том, что я просто стою и смею себя над ним. И сына над его шутками. Это реально смешно. Это да. Но я так могу стоять и рядом с ним за кулисами, и всегда так вот делаю. Ну, когда там... Такая акцелористская поддержка. Да. Так что... А в каждой доле стоит человек-профессионал. Ну, вообще, первый канал это... Аудитория от шести до... от шести, там, тире шестьдесят шесть. Ну, допустим, вот такая. А я, человек, с специфическим голосом, специфической внешностью, захожу не на всех. Я на самом деле понимаю. И я нужно делать дозированно. Я очень дозированно. Нужно делать, чтобы мне... А когда человек стоит еще рядом, еще что-то вякает, постоянно его показывают. Это вызывает двоякое мнение. То есть, хрусталев, он не вякает? А, нет. Митка, опять же, универсальнее. Он подходит для всех поколений. Ку-ку. Иван. Я так понимаю, что вы кукушка, любите в чужие гнезда свое богатство раскладывать? Представьте меня, я Ибис. Ибис. Не путать с Ибисом, он безработный. Он... Здесь дети молча заходит Митя. Да. Мне вообще Митя более нужнее в этой передаче, чем я вот именно на месте с этим. Какое место прям, в какой передаче, может быть, новая какая-то передача должна быть? На каком канале вот ты бы хотел там постоянно быть? Есть какая-то такая передача? Когда гладишь игуану какую-нибудь, знаешь? Ээээ... Да нет, я на самом деле во всех интервью меня спрашивают. Я-то такой не... Не получаю удовольствия, когда вижу свою передачу. А на сцене, тем более, переживаю всегда. Ты с твоей темой? Да, моя тема, моя тема. Я получаю в три, четырежды раз больше удовольствия. Если я, например, придумаю тебе шутку, ты ее скажешь со сцены, она зайдет. Я получаю колоссальное удовольствие от того, что она зашла и от того, что... Ты гений. Ну давай сделаем это? Давай. Давай придумаем. Чего шутку тебе? Нет. Оверпрайс. Да, да. Нет, я просто так говорю, что... Говорю просто то, что придумать для меня в миллиард раз приятнее, чем сыграть. Давай какую-то рубрику придумал смешную. Сейчас? Да. Боже, какую. Как вообще это происходит? Вот, типа, высадить... А, например, давай чеким карьер. Вот вы сделали Лигу Плохих Шуток. А, этот формат, который Поперечного украли? Ну там вы придумали довольно просто. Да, нет, мы ничего не придумали, просто взяли. Давай про Лигу Плохих Шуток. Вот, была передача Поперечного. Да, 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 да. Она прям такая же. Один, один. Вы взяли скопировали? А, да. Нет, а... И что об этом думает Даня? Я обещаю гудков, в следующем году тебе пиздец. Нет, мы снимаем, конечно. Дело в том, что, как вам сказать-то, вы же все снимаете на камеры. У вас же не говорят, о, вы украли идею, что снять все на фотике, допустим. Ну, это же то же самое, что... В Ютубе лежал формат. Он, 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 это популярный формат Bad Jokes, либо, да, Bad Jokes по-разному называется. Делать его может кто угодно вообще. И то, что... И когда мы начали это придумывать, мы завели, естественно, в поисковике русский там бойчок. Выпал единственный выпуск Дани. Дани с... Дани был с... Какой-то себе, какого? Я не помню, какой первый выпуск. Это был первый прям выпуск? Да. Он был... Он только начал? Всего только один был. Эээ... Да, мы посмотрели. Ну, гуглили. Пока один Даня поперечный делает. Почему нам такую нельзя делать? Да, попробуем. Сняли пилота у Вани в комнате. Эээ... С Ургантом. Я с Ваней Ургантом снял. Понял, что это очень... Нам было очень смешно. Мы что-то там... Делали. И потом попробовали... А сколько времени прошло от момента, как вы подумали, что надо было это бы сделать, до того момента, как вы сняли пилот? Эээ... Не знаю. Я помню, что... Неделя-две. А, ну, то есть, готовились там шутки писали? Ну... Я сейчас скажу. Там уже... Ээээ... Эээ... Формат Bad Jokes. Это... Приходят две селебрии, вот как мы с тобой... Да. Нам дали, вот, на телефоне, шутки. Мы не знали, кто этого. И они просто читают. Вот там кламуры, простейшие твитеты, грязные шутки, там, черные шутки. Что сделал Максим Леонидов, когда пукнул Николай Фоменко? Обернулся посмотреть. У Дани же по-другому, потому что приходят два комика, и они рассказывают свои шутки. И еще сражаются в неумении. Они рассказывают свои шутки. Да. В неумении того, что... Ну, как бы... Как бы в умении, неумении придумать шутку. В общем, в умении придумать очень плохую вещь. И мы поняли, что это очень работает. И поняли, что комики, в принципе, могут сами писать. А если приходит в селебрии, допустим, как кевцы, актеры, мы будем им помогать. Это не восприняется принести свои реквизы. Я не назову их реквизами, это, видимо, просто не смешной. Кал? Я не знаю, как это назвать. Мы же сражаемся в метании не смешного кала. А все это понимают, да? Не все. А кто не понял? Ну, мы в процессе того, как приходят на съемки Таллина и Селеба, мы объясняем, что в принципе здесь, ну, не надо... А они говорят, нет, не смешно. А я говорю, ну, в принципе, и должно быть не смешно. Просто должны так сказать, чтобы он просто засмеялся. Все. Вы сделали первый пробный выпуск. Пробный выпуск. Мы его отложили, как бы все поняли, что это работает. Поняли, что в формате передачи, как рубрика, это не пойдет, потому что первый канал, это цензура, это... Очень, ну, как бы, непозволительно. И если мы делаем это причесанным версией, это будет не смешно. Непричесанная версия веселая. И мы поняли, что это ютубная штука. Придумали свой канал, на котором мы сейчас свой чекен карри, на котором будем раскручивать то, что придет нам в голову. Пока это ЛПШ или плохих шутов. Слушай, а вот для тех, кто на телеке. Просто есть все, кто в ютубе, знаешь, что они говорят? Все, телек умирает, все умирает, все бегут на ютуб. Но что-то ты... Ну, нет такого вообще. Типа надо больше делать что-то ютубе. Просто само получается. Дальше надо во многих аспектах думать по поводу смерти телевидения. Деньги там есть. Больше, чем в ютубе. Я вам точно не могу сказать. Реклама... Об этом мы сейчас еще поговорим. Да, реклама на телевидении стоит в миллиарды раз больше, чем... Сколько стоит реклама на вечернем выпуске? Я не могу сказать, потому что я не знаю об этих ценах. А это огромные деньги. Окей. А, слушай, а вот те, кто приходят... Это даже не вечерний мургант, это реклама Первого канала. Да. А вот те, кто приходят на вечерний мургант, есть кто платит деньги? Нет, платят никаких денег. Никто не платит? Все будет бесплатно. Все приходят бесплатно. И когда, например, какой-то тур или фильм вышел, еще что-то, это бесплатно? Нет, смотри. Если, например, я пошел... Мы промоутируем... У человека должен всегда быть инфоповод. Да. Прийти, допустим, если мы тебя приглашаем... У меня клип вышел. Либо какая-то лекция, либо ты в трейдинг выключаешь, либо ты просто разделся, и вдруг неожиданно твоя фотография стала хитом-мемом. Мазался говном. Мазался говном неожиданно, я не знаю. В общем, и здесь срабатывает, конечно, наше самолюбие в том, что мы тоже ловцы хайпов в этом отношении. Потому что всегда... Ну, знаешь, я так понял, что «Вечерний орг» — это единственная программа на телевидении, которая вытаскивает тренды из YouTube в телевизор. Да. Вот в чём, видимо, наша какая-то... Не знаю... Фишер — это что это? Доение. Доение интернета за соски показал. Не знаю, право, не право в этом отношении, но вот тащим всех... Все, кто на хайпе. Да. И бесплатно. И бесплатно. И причём... Ну, вам же, наверное, предлагают выслушить, например, с ними меня, от любой папки. Есть такие... Ну, не получается так, потому что это всё... Всё равно мы отбираем, не все... Мы не можем всех показать, всё равно. В кадре сидят всегда сами интересные люди, самые нужные люди. Красивые моменты. Допустим, и Даня был поперечный, но мы просили его, потому что он реально... В тот момент был комик номер один в YouTube. И сейчас заявляет, что он собирает залы, и там ещё был прецедент в том, что он собрал «Ледовый дворец» без рекламы вообще. Да. Слушай, «Оксимирон» собрал «Олимпийский» практически без рекламы. Да. У нас был «Оксимирон», но он больше чем-то перестал. А почему он перестал? Не знаю. Видимо, ему не очень понравилось. Ему не понравилось? Я не знаю. Вы приглашали? Да, он был. Ну, а потом ещё приглашали? Да. Потом он останется. Ну, видишь, в этом отношении мы, как сказать, передачи, на которые ходят такие звезды. Но есть люди, которые… Мы, например, очень хотели бы, например, «Фараона» пригласить или там ещё какой-то… «Фейса»? 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 Да, наверное. Реально. С кем-нибудь сейчас выпустят такую песню «Кульбом» прекрасно. Да. Но отказываются. А «Мини-пецепт»? Реально? Да. А им это не нужно. А «Оксимирон» почему отказывается? Ну, он говорит, что телевизору ему тоже не интересен. А какой ещё «Окс»? Ну, мне показался суперинтересованным. На диване он выглядел просто, я не знаю, какой-то профессор. Ощущение было такое, что пришёл филолог. Судвинятельный шоу. Настоящий тот, который… Да. Расскажи, какие планы на будущее? Всё идёт, пока всё… Вот те проекты, какие сейчас есть… Это «Речебный Органт», это «Камеди Воман». Будем, видимо, с ребятами… Что-то… Ну, вот. Вот. Да, кстати, почему мы здесь сидим? Вопрос. Это «Бангершоп». «Бойкат». «Бойкат». «Бойкат»? «Инкон Андреевна» и «Назима». Это мы соучредители этого заведения. Это вообще, кстати, был повод, почему мы в вашем интервью у нас есть бизнес-блог. Здесь «Ятожком» ещё есть «Кроссфит» наш. Да, второй этаж. Да, у нас второй этаж. И «Назим академия» здесь. Мы только что снизу снимали. Вот. Это второе. Что здесь происходит? Три гуд, смотри. Четыре кресла и бар. Четыре мастера. Здесь мы продаём… Это 5 лет от людей, да? Это первое ваше цель? Да. Если изначально было кафе, потом выкупили, не выкупили, а арендуем. Сколько народу проходит в месяц? Двадцать. Как у вас с людьми? Сколько в месяц проходит? В месяц? Да. Ну, примерно. Или в день? Ну, в день по тридцать пять человек, минимум. Да. Тридцать пять, а средний чек? Тысяча, пять тысяч и средний чек. Семьдесят тысяч в день на три, два сто. Тебе явно не доплачивают. Да ладно. Я не про деньги, странно. Главное за красоту. Вот красавцы какие, смотри, работают. Творческие люди тоже делают бизнес и, как мы видим, офигенный. Как тебя зависло? Вообще, я не знаю, потому что я тоже по поводу КВН познакомился с Андреем Шубером. Мы были в Лондоне, это самое странное. В общем, какой-то был кубок КВН в Лондоне, международный, нас пригласили. И нам делали визы британские. Ребята, которые играли в Лондоне, русские, научились в Англии. Среди них был Андрей, вот мой друг-соучредитель. И с тех пор мы как-то подружились. Автономы мы представляли вместе через самолёте. Это вообще очень странно. И вот как-то все втроём. Они придумали тему открытия барбершопа, это когда ещё в Москве не было такого количества. Эти заведения, да. Четвёртые мы были, наверное, после Чёп-Чёпа. У Сачи. Это какой год? 2013, да? Да. 2013, это было. Гудок мы хотим, типа, по портбарбершопу. Будешь ли ты с нами его, типа, с училием третьим? У меня вообще человек, который вне, вообще у меня нет коммерческих жив, ни капли еврейской крови. Вообще просто да. Сказал да, давай попробуем. И вот как-то всё завертелось, закрутилось. И вообще мы, когда изначально что-то придумывали, родили не за, опять же, не за деньги, а за идею в том случае, что хотели там место, где круто проводить время. Где приходят просто друзья, ну, что-то выпили, послилились, поржали, съели что-то там, ну, волосы. Чьи-то волосы, волосы, пирожки съели. Не знаю, потусили и дальше там послили. Ну, так, в принципе, кучу сносили в огромной семье. Да, потому что здесь, кроме, вот, сверху на втором этаже сам барбершоу. Здесь обучение. Академия, да. Здесь КВМ. Да. И Крузфитш. И Крузфитш. Да, чуть здорово. Ну, ещё у нас есть четыре барбершопа в Москве. Тоже в Байкарске. И, получается, десять по России. Один даже есть в Баку. Да, Круза. Такой теорет. А что ты делаешь в этом бизнесе? Я в этом бизнесе торгую ебалом. Ну, что ж, скрыть, перекатать лицо. Ты лицо. Лицо, да. Ну, и, наверное, творческое. Творческое составляющее я созываю всех силен, кого я могу. Здесь же, вот, сила, великая сила инстаграма, великая сила сторис. Пишу всем, не хочешь ли ты прийти на открытие, не хочешь ли ты постричь нас бесплатно и мы тебя фотографируем, а не хочешь ли мы тебя кофеком напоим, а ты у нас тут что-то выложишь. И, вот, я не везю всем, но и решила пшу на уши, но всех люблю и, реально, вот такая моя. Давай, и сколько денег ты получаешь за это? Сколько в месяц? Ну, примерно. Я не могу вам сказать точную сумму, потому что все зависит от количества людей. Ну, это от прибыли, то есть от прибыли. Сколько со всех остальных проектов? Сколько в месяц ты зарабатываешь? У нас это очень частый вопрос. Обязательный коллег. 350 тысяч рублей. 350? Да. Это официальная оплата? Ну, а сколько максимум за месяц зарабатываешь? Допустим, я очень редко веду мероприятия. Да. Сколько стоит мероприятие с тобой? 600 тысяч рублей. Это сколько времени? 23 часа. Нормально. 200 кс в час. 600? Я очень веселый ведущий. Ссылка внизу в описании. Ну, а ты хочешь какой-то еще, может быть, бизнес? Не, на самом деле, чем я занимаюсь, мне хватает. Потому что я еще, помимо, бывает, что мое лицо иногда берут в какие-то рекламы. Ну, это я редко тоже в судье, но бывает, что там до сих пор я киперный мальчик, привет дано. Человек, который хочет славы, хочет телека, сколько ему реально зарабатывать там? Только на одном телевидении нет. Если, допустим, если человек будет писать параллельно на каких работах, допустим, там, ну, допустим, кино, надо тоже учиться, потому что любить это никуда. Вообще любить, где нужно учиться. Я думаю, что в кино более большие суммы, а когда, допустим, придумать ролик для рекламы, еще более большие. Ты придумаешь для рекламы? Ну, что-то было, да. Ну, вот, а музыкальная студия Александра Буткова? Да. Сколько она приносит ей? Нисколько. Реально? Да. То есть все, что вы там придумываете, это все? Да, это все число фан. А если бы, смотри, а если бы тебе за это платили, ты бы другой заброс в все? Не знаю. Я иногда себе представляю, что я пою на концертах. С туром езжу. В общем, такие песни пою. Нет, не забросил тут. Я думаю, что нет. Вся эта музыкальная студия, штук-штудия. Вся эта музыкальная студия, мы делаем науку, интереснее, больше, конечно, по фану. Ну, не про деньги. Ну, ты себя вообще считаешь счастливым человеком? В какой-то степени, да. Да. Наверное, на этот момент я счастлив бежал к тебе сюда. Думал, сломай голову. Красавчик. Я думаю, что на этом мы и закончим. Спасибо тебе огромное. Да, это было офигенное тебе реально. Спасибо тебе огромное. Красавчик. Давай что-нибудь разыграем. Обычно мы разыграем. Знаешь, иногда мы даже снимаем. Мы со всяких миллиардеров снимаем часы. О, ну у меня их нет с тобой. Это резинка, блядь. Смотри, у нас есть подачи сертификаты. О, давай офигенно. Слишком бородов, чего ж как угодно. Слишком сына, слишком мужика. У нас есть такая еще хуйня, мы сами сделали. Ребята, для вас подарки от Саши. Подачи сертификаты бойкат. Мы сейчас, подожди, их пять в Москве. И еще по всему городу. Да. Супер. Можно в любой? Можно в любой, да. У меня знаешь, когда дня три-четыре я не греюсь, я выгляжу как алкоголик. Очень жесткий прям. Причем я на дне. А я оставил себе усы, а я называю это лапки мух. Знаешь, у меня очень много растут в городе. И вот знаешь, когда в астрономии висят ленты, когда в советском астрономии, там висят на них мухи. Да. А мухи отпадают, а лапки остаются. Такая же тема у меня. Вообще не растет. Я знаю, что есть кошка гнида. О, да. Гнида остался. Я просто разъехал со мной с жителями. Снимали квартиру. У нас четверо живут в квартире. Я сейчас живу один. И кошка осталась в этой квартире. Гнида. Теперь только что от меня смски и селфи. Короче, от нас, от Саши, от кошки гниды. Подождите сертификат. Давай за что? Давай. У меня еще шампунь и кондиционер есть. О, супер. Шампунь и кондиционер. Я понимаю, что это вообще ничего не сравнится с рукой. Нормально. Нет, хорошо. Точно? Конечно. Ребята, это лучшее, что возможно. Правда. Просто этим шампунем мыла голову Ольга Булзова. Шампунь и кондиционер. За что я скажу свое мнение? Потому что у нас фокус-группы еще не проверяли. Пока волосы не выпадали. То есть мало того, что на вас выпадут. Короче, да. Ребята, за что? Давайте пишем комменты внизу. А что написать? Давай. Ну про тебя что-то наверное. Давай что-то. Применяй свои. Своих хейтеров. Я знаю. Не анализовать вообще. А что, кстати, как я хейтит? Оооо, бомба. Это отдельный разговор. Я фанат вообще всех этих. Я умираю. Это же вообще отдельный пласт. Появилось столько количества. Я не могу назвать этих людей, которые имеют право написать мне просто все, что они думают. Для меня это пласт. Потому что я оттуда иногда даже цепляю целые обороты. Когда Камилу напишу номера, оттуда пишу прямо шутки. Потому что кто-то мне там написал. Ну что блять, типа дружок. Твоё дружок вы уже разыграли на Рафтовской колонии. Я ё-моё. Ничего себе. Просто бомба. И там. А что ещё? Что было самое дружеское вообще? Нет. Там был момент. Действительно у нас был некий недопонимание. Конфликт был с людьми таких шуток. Ну. Прозвучала шутка. Про Рангигу. Про Рангигу. Про Рангигу. Про Рангигу. Про Рангигу. Ну да. Мы с Денисом снимали эту рубрику. И потом пошла травля. Знаешь, когда закидывается... Один человек напишет пост. И кто на мемопатизм тут же реагирует на это как на спичку. И вот два дня лилась... Сгори в аду. Просто. Умри от Рака. Умри от Рака. Нет. Рака это ещё более-менее. Умри от Рака ты мне пишут так в обычной жизни. Умри от Рака. От Рака щёк. Умри от Рака щёк. Пидорок, как тебя носят на этой земле. А если я там... Вообще, что там вообще я умираю? Я блюю в ванну, когда вижу тебя. Нет, ребят, пишут побольше, я фанат сегодня. Да? То есть ты нормаляк? Вообще просто. Там где-то... Самое веселое, если вот, допустим, перейти по ссылке на человека, если у меня такой аккаунт, перейти просто посмотреть, какой-то просто, об основном это какая-то малолетка, лет 15 девочка просто пишет, которая там позже отуванчик. Я бы тебя сгноила! Просто аща де ада! Какая-то просто пишет. Я бы сгноила тебя вместе там с какими-то родителями. Что это такое там? Да, Виленчик, всё, пришли... Стричься? Всё. Всё, 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 мы уходим. Да, в общем... Нет, всё, всё, всё. Не поздновато ли ты? Снимайся, снимайся. Да всё. Ребята, списали, мы нашел и гость. Я так просто триканулся чуть-чуть. Мы сразу развернулись сегодня, я не готов был к съёмке. Ладно, мы уходим. Мы уходим. Ой, как лучше! Оооо! Вот это же! Оооо! Будет быть и так, что надо. Ребята, чтобы всё это получить. Чтобы всё это получить. Пишем коменты внизу. О, давай напишем. Давайте, короче, что вам больше всего понравилось в этом интервью, пишем одну фразу. Пишите, мы выберем Сане и выберем одно. И подарим вот это. И Саше лично, если в Москве, окей, сюда приедете, встретитесь с Саней. Всё сделаешь? Да. Подожди, приходите. Тимур пришёл к другим, всё, бля, телево, ёпта. Ну всё, огонь. Я думаю, что на этом мы и закончим. Это было офигенное тебе реально. Спасибо. Блин, почему это нельзя ставить? Слышишь? Оп-оп-оп, вырвала человечка, подожди. Не снимайте, это же самое крутое.